ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С Днем Незалежности Беларуси повиншовал президент Краины Александр Лукашенко. Гэта и святое, кое объядновывая лёсы розных покаленьев, нагадывая про долгень, а просто шлях становления нашей державы. Мы ведаем цану саправдной свободы, усведомляем силу адзинства народа, яго патриотизму и веры у будущиню. Разумеем, што суверенитет – гэта наш галон из добыток, говорится у веншаванне. Александр Лукашенко пожадал, как гэта знаменальный день, який стал символом можности и героизму беларусского народа, натхнял грамадян Краины на новое досягненье. Прочистая шэстя, сброевая залпы, стя, гэзи, хотя не медалёв на ветеранских мундирах. У демонстрации, якая пройшла по улице Советской Гомеля, удельничали каля 20 тысяч человек. Простовники улады, духовенства, прадприемства, навучальных установ, спортсмены и самые хоноровые удельники свята – ветераны. День незалежности в отшима наших корреспондентов. У наступным сюжете. Гэта тое, что сближая. На свято кожный депо особку, альбозродными сябрами, коллегами. А потом десятки тысяч человек становятся одним целым, одной силой. Непогать, напевно, некого покинула дома. Але для многих принять уделу святкований Дня незалежности не только обовязок, але и особливый гонор. На свято пришли самые гоноровые гости – ветераны войны и працы. На жаль, час идеи таких людей становится усе менш. Одни забывали для нас мир, другие драджали разбуренные гради и отдыхали у их життё. Усё гэта треба бірахчы. Уважаемые молодёжь, уважаемые ветераны, здоровье всем, радость и счастье, и чтобы этот праздник постоянно чтился в Беларуси и никогда не забывался. Одни из самых каштонных моментов свята – гэта добрая словы от ветеранов. Их успамины, их пожаданни. Мирное время, хорошо жить, учиться, быть счастливыми. Хорошее детство у нас. У нас детства не было. Нас бомбили, морили голодом, умирали с голодом. У меня были одни кости уже. Готова была к смерти. Каким чудом осталась жива и вот попала в Белоруссию. Вышла замуж и попала в Белоруссию родную, хорошую, работала здесь. День независимости – это радость для всех белорусов. Для меня особая радость, потому что я воевал в Белоруссии, в боях участвовав в Белоруссии. Много моих друзей погибло по Дрогачевым в боях. Ну, особый праздник для меня, как для военного, особый праздник – День независимости Республики Белоруссия. 20 тысяч удельников демонстрации колонной рухались по улице Советской до площади Працы. Там отбылся урожистый митинг и церемонию складания кветок и вянков до братской могилы советских воинов и подпольщиков. А потом небо над Гомелем пронизили сброевые залпы. После их заявилась думка, что такие агуки, хай, раздаются в Белоруссии только в таких выпадках, как дани на поваги тым, кто больше не ходит по этой земле. А для того, что им по ее вольно ходят наши дети. 3 июля 1-й Белорусский фронт освободил столицу нашей Родины – Минск. Поэтому это самый дорогой праздник для нашего народа. Наша страна получила самостоятельность, независимость. Живем мы, ничего не боясь, слава Богу. Я думаю, что с каждым годом мы будем жить лучше, лучше и лучше. А город наш каждым годом хорошеет, хорошеет и становится все моложе, моложе не своей 800 с лишним лет. Здоровья всем, благополучия, счастья, пусть всегда над вами будет мирное небо, пусть никогда не увидите вы горя и слез матерей, детей, отцов, бабушек, дедушек. Всего самого-самого наилучшего в вашей жизни. Побыч с кинотеатром Калинина – пляцовка, якая нагадывая об военных часах. Импровизация военных моментов, урывки с фильма «Ужнивні 44-го» и «Солдатская каша». Дорогие и такие тяжкие вспоминания для ветеранов. И черговый напоминает тем, как важно захавать мир в будущем для молодых. В 96-м, 3-й липня, было объявлено Днем Незалежности. Это свято каждого из нас, особенно тех, где лучше кому мы живем, наших ветеранов. Поколь рухалась от шарха за «Солдатской кашей», мы погуторили с удельниками свято. Вельми приемно было отзначить, что праздного – это гости не только из инших городов, а и из суседних краин. И приехали святководить День Незалежности в Гомель специально. Гордость за нашу страну. Несмотря на такую погоду, мы пришли, но не успели, правда, на парад. Смотрели по телевизору. Ребенок захотел пойти кашу попробовать. Да. Стоим. Для нас это большой праздник. Вот с восьями мы приехали, с Минска прямо. На этот праздник. У нас воевали дедушки, бабушки. И пережили, как говорится, все трагедии с ними вместе. И каждый год отмечали этот праздник. Поэтому, да, у нас внук сегодня открывал парад военный. И для нас это вот у нас военнослужащая. Сама служила всю жизнь. Прошла армию. Поэтому для нас это праздник великий. И все праздники военные, связанные именно с военной годовщиной, это для нас большой праздник. И мы также приучаем детей. У нас дети всегда. И помню, в советские времена еще ходили по городу и дарили всем ветеранам цветы. Ну, сейчас мало уже осталось ветеранов. Так что, с праздником вас. Отличный праздник. Хорошо, что даже все-таки осталась какая-то история, что люди могут прикоснуться, что люди могут почувствовать. И как бы вот даже плохая погода, она не мешает все равно торжествию. Когда солдаты стреляют. И нам же так приятно, как бы, вот этот кусочек ощутить, как бы, той историей, чтобы она не уходила в тот век, как говорится. Я надеюсь, что всегда все дети будут ходить и помнить. Потому что приятно, смотрите, какая очередь стоит. За солдатской кашей, за чаем. Уже ж приятно. Уже ж люди согреются хоть как-то. Но очень хорошо все-таки, что в нашей стране мы ходим на парады и на День независимости, на 9 мая, на 1 мая, как бы. Это все-таки людей как бы вместе, вот, как говорится, совмещают, да, все-таки они улыбаются, дружески. Очень приятно, чтобы всегда так было. Я приехала к вам с Украины, с города Киева, именно на этот праздник, чтобы увидеть вот эти ценности, которые сохраняются в вашей стране. Эту историю, чтобы подышать, побыть в этой обстановке, увидеть то, что дорого сердцу каждому. Я благодарна вам, Республике Беларусь, моей родине, потому что я отсюда родом. То, что вы сохраняете, цените и воспитываете это в поколении, вот в молодых людях. Я приехала из города Житковичи. Мне очень нравится в Гомеле. Здесь всегда проходят праздники, очень красиво, торжественно. И я тоже служила в армии. Поэтому, можно сказать, сегодня и радостно, и в то же время и слезы на голосах. Мы приехали из Санкт-Петербурга, из России. Очень рады, что попали на этот замечательный праздник. Поздравляем нашу любимую Беларусь. Желаем ей процветать, квитнеть и всего самого хорошего. Мы очень любим Беларусь и всегда очень рады сюда приезжать. С праздником поздравляю. Квитней, Беларусь! С праздником! На суседней улице Ланге выстава бренда у Гомеля. Экспозиция с логотипами предприемств, по яких наш город знакомитый за мяжей. У их лику Спартак, Каментерн, Крыстал, Мелковита и иншая. Тут же ладился тетрализованный концерт. Особливостью Дня незалежности стал и инклюзивный забег «Разом мы можем усе». Люди с замежеванными махчимостями зарабили свое святочное шестье. Означать День незалежности, гомельчане и гости нашего пригожего города будут на протягу сего вечера. Протягуются концерты, фестиваль в уличной культуры, працуют выставы, детячие городки, аттракционы, интерактивные зоны, арт-пикник и город-майстру. Марина Джала, Евген Макенко, телерадо и компания «Гомель». Святочные мероприемства протягиваются. Их яскравой финальной кропкой станет акция «Праспеваем гимн разом». По традиции на плясу цикале лядового палаца изберутся керовники в области и города, ветераны, военнослужащие, активисты громадских организаций, горожане, гости областного центра. День незалежности объеднувая у всех, кто шануя славную историю своей айчины и верить в ее будущее. Это свято в особлении героизму, стойкости, можности и величи духа нашего народа. Символ единости, добробыту и росквиту белорусской державы. После массового выконания державного гимна небо над Гомелем раскветят святочные фейерверки. За имя можно будет назирать 4 кропок у разных районах областного центра у 23 годины. У Речицы одной из центральных падей свята стал молодежный флешмоб, который провели на головной площади города. Дети, дорослые, ветераны, сестры свята собрались и представители разных поколений. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Программу святочного дня у Речицы распочал урочистый митинг «Поколений памятают». На жаль, не так много засталось у дельников военных падей Великой Айчинной. Однако память об героизме усіх, кто змагался за незалежность родимы, живе и будет жить. 3 липня 1944 года – день вызволения Минска от ворожих захопников. Речицы на той момент была свободной уже 7 месяцев. 18 листопада 1943 года, в 4 часа ранее, город был вызволен и на будинку Речицкого педагогического училища вывесили червоностях Советского Союза. В вечере того же дня в Москве прогучали 12 артиллерийских залпов. Это было первое салютование у гонор-визволения города на территории БССР. Тем временем многие урадженцы Речицы воевали в далечении от своей малой Радимы. Освобождали три города-героя – Новороссийск, Керчь, Севастополь. И потом по горах, 4-й украинский фронт нас перевели, как освободили Крым. И мы дошли до самой Праги. Я встретил День Победы в госпитале в Польше. Желаю всем крепкого здоровья и чтобы не было войны, чисто не было вам. Для меня День Независимости – это праздник, который объединяет нас всех, как старшее поколение, так и нас, молодежь, потому что у всех нас одна Родина, наша Беларусь. И также это День памяти о тех людях, благодаря которым мы сейчас можем жить под мирным небом. Молодежно-спортивный флешмоб протягнул святочную программу. Песни, танцы, показальные выступления юных спортсменов – выканавцы один за одним радовали публику своими номерами. Издевить горожан гостей Речицы вырешили выхованцы военно-патриотичного центра СКИФ. Юнаки продемонстровали свои навыки на практице – оперативность, спрыт, трапность. И они – простойники поколения, якое сможет постоять не только за себе, а и за родный город и краину в уголе. Я и своим ученикам, и нашей стране хочу пожелать процветания и десантного здоровья всем. По завершении святочных мероприемств на центральной площади, Речичане отправились на Малеоничу и Набережную Днепра. Там разгорнулись гандлевые роды и забавляльные аттракционы для детей. И навод пахмурное надворье не псывало добрый настрой тем, кто стал часткой святкования Дня Незалежности нашей краины. 3 июля – это святой праздник для нас, потому что если бы тогда в свое время наши деды и прадеды не совершили подвиг, то сегодня бы и не было бы этого праздника. Иногда задаешься вопросом, а если бы действительно не было бы этого подвига, не было бы той победы, что бы сейчас было? Мы бы сейчас не смогли спокойно учиться, работать. Евгений Кухаронак, Василия Сипцов, Телерадо и компания «Гомель» из Речицы. У День Незалежности в Управлении внутренних справ Гомельского облыва Конкама отбылось урочистое узнагороджение ветра на Великой Айчиной войны медалем 100 годов Збройным силам Республики Беларусь. Узнагороды отримали заслуженные милиционеры, которые прошли суровыми дорогами войны, отдали лепшие годы служению Айчине. У каждого из них свой лес и наибогатейшая история, наполненная реальными фактами службовой деятельности. Но у всех их объединяет повага и отданность родному краю, коллегам, милицейскому мунтиру. Уручающий узнагороды, керавник УУС Владимир Захарчук отзначил, выники у справе профилактики и боротьбы со злочинностью на Гомельщине шмат учим досягнуты, дякуючи профессионализму старейшего поколения милиционеров. Хочу вас поздравить с этим прекрасным праздником. Пожелать, конечно, в первую очередь вам огромного здоровья, благополучия, приятных воспоминаний того периода, когда вы были в строю, когда добивались результатов, когда по крупицам, каждый по своему направлению достигали результатов, раскрывали преступления, безопасности дорожной, профилактики. Это вот эти ценности надо и беречь. Незвычайную реконструкцию провели у Гомеля в День незалежности. На стадионе у Костюковца отбылся матч перемоги. В образы советских футболистов и сборной зенитчиков Люфтваффе примерили на себе члены военно-гисторичных объединений у города Гомеля. По основе реальные подеи, які развернулись у оккупированным фашистами Киеве в 1942 году. Команда «Старт», собранная у основным збылых футболистов киевского «Динамо», зликом 5-3 перемогла команду немецких военных. През некоторый час после этого поединка участка футболистов киевской команды оказалась в концентрационных лагерах, некоторые были расстреляны. Дорогие матчи для перемоги отбывались не только в Киеве. В 1942-1943 годах в блокадном Ленинграде отбылась серая футбольных встреч. Таким чином, змученный город показал, что николи не покориться захопникам. Показать именно дух наших спортсменов в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году было проведено два матча. На оккупированной территории в Киеве и в блокадном Ленинграде. Вы сами понимаете, что спортсмен, как патриота нашей родины, присутствовал в тот момент самый тяжелый годы Великой Отечественной войны. Площа повстания у Гомеля в День Незалежности стала территорией молодых. Тут отбылось свято вышиванки. Проходила забавляльная программа под патронатом Белорусского Республиканского Союза молоди. За концертную участку отказывали в НУ Гомеля. На сцене выступали самые эталиновитые гомельские студенты. Побач – творчая пляцовка. Рамесники и майстры представили свои работы. Обовязковая умова – усе в белорусских традициях и с народными символами. Жадающие могли отримать майстр-класс. В этом году впервые мы в Гомеле именно в таком молодежном формате решили провести наши свято вышиванки. И очень много на самом деле молодых людей, ремесленников, что самое примечательное подключилось к этому празднику, выставляют все различные продукции, проводят все различные мастер-классы, которые связаны с национальным колоритом. И наша праздничная программа, которая была студенческими клубами университетов города Гомеля подготовлена. Но действительно, еще раз показываю, что у нас в Гомеле очень талантливая, очень патриотичная молодежь, которая всегда, я уверен, будет чтить наши традиции. Меж тем у Гомельской области протягивается республиканская акция «Подары новонародженому вышиванку». Усе дети, якея народилися на передо дни святы, тю день незалежности, отримают адактивистов БРСМ распашонки с белорусским орнаментом. С Днем незалежности Хамельчан повиншовала заслуженная артистка России Кристина Арбакайте. Концерт спевачки пройшел на центральном стадионе. Я сегодня подобрала разные песни, и знакомые вам уже давно, много лет, и, может быть, для вас будут немного новыми. Но, конечно же, я хочу, чтобы мы сегодня, несмотря на эту чудную погоду, ну что делать, вы знаете, дождь к счастью. Он как-то меня, честно говоря, ну не то что преследует, а сопутствует мне. Поэтому я думаю, что это все только к лучшему, для нашего с вами счастья, для нашего с вами будущего. Чтобы будущее наших детей было, несмотря на эту дождь, ждала, всегда, всегда ждала радугу. И радуга, она обязательно выйдет и выйдет нам с вами. Помогать! Я ищу силу оправдания, вспоминаю любовь сквозь глаза. Моя сердце живет в ожидании, я стою по ночам в окнах. Эта ночь никогда не забудется, этот день надолго заплопится. Тот же голый проживутся, я плам по моим весом. Удвоя приемно было отрымливать веншаванье от зорки российской эстрады по той причине, что и она мая белорусские карани. Об этом спевачка рассказала со сцены. У вогуле теплые слова, веншаванье и эмоции от наведования Гомеля Кристина Арбакайте выказывала литерально послякожной композиции. Ее песни многим добровядомые до опушни городка. Глядачы подпевали вельми охватно. Харомантичные мелоды извязали одразу некольки поколенев. На трибунах Центрального изусим юные прахильники и люди сталыха взросту. Энергеты-картыстки распаусюдилася на всех присутных. На вадоши, кераспорас примаусе моросить, никто не зауважал. А салат от концерта и вогулят галонаха белорусского свята Дня Незалежности докладно сёння не залежала одна дворья. Без тебя я не верю, этот мир, грубый мир, я хочу поделять, этот мир, без тебя, без тебя. Гетты, а так сама иншая новини, вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.cvergomil.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова